Ну привет, друзья! И с вами Канни Морелл. Мы продолжаем играть в Киберпанк. В прошлом выпуске нашему персонажу стало плоховато. У него он словил конкретные опять глюки. Киану Ривз его начал опять доставать. Короче, мы с ним немного разругались и все дела. И идем мы вот по ходу по этой вот отметке вверх. А отметка у нас выглядит как какой-то презерватив. Так, кто-то там у нас матерится. Все, погнали наверх. Так, мне можно как-нибудь стрянуть диалог? Что? Что, где? Нет, я не могу с ними поговорить. Не могу с ними никакой контакт наладить. Это же все-таки игра с открытым миром. Как здесь можно с кем-то говорить, да, просто так? Так, опять очередной какой-то бледушник. Как же он доедет мне уже. Неужели так сильно хочешь поговорить с Эвелин? Так, а Эвелин у нас рипер, да, по-моему? Эй, тут очередь. Э, куда вообще прешь? Садись и жди своей очереди, как все. Люди, ты что вообще здесь делаешь? То же, что и ты. Пытаюсь надеяться. Какая очередь? У меня дробовик, девушка. Пошу покажу. Почему ты решила искать Эвелин здесь? У меня есть друзья в облаках. А слухи разлетаются со скоростью света. Поясни. У меня есть друг. Он рассказал мне, что ты там раскопал. Так, ну, выберем дитя у Лис Фингерса, не упадал в прицел. Шельмом? А у Фингерса не было проблем с шельмами? Нет, с чего бы. Честно говоря, я в душе нечая, даже чему не говорят. Я слушаю девушки после леверации, после леверации выглядит хуже, чем до. Я не настолько слежу в этой игре за диалогами. Ну, Лис, сам понимаешь, нельзя решить все проблемы сразу. Блин, мы так до следующего утра тут просидим. Может, попросишь у дам, чтобы они нас пропустили? Я могу их просто застрелить. Я им, кажется, не нравлюсь. Попробуй. Ну, или придумай что-нибудь получше. Я могу достать пушку. Так, и как мне с тобой поговорить-то? Че ты... Я не пойму, вот... Я не могу ничего поражать на них. Может, надо сначала с этим поговорить? Че за бред? Какой клавиши с тобой говорить, а? Чувак. Действие невозможно. Думаешь, Эвелин держит где-то здесь? С одной... А с другой... Так, понятно, понятно. Ты же мне сказал, надо поговорить. А надо сесть и поговорить с пациенткой. Я бы просто не могу подойти, да? И поговорить с ним. Я сначала жопу свою посадить. Так будет легче, да? Тут не появлялась девушка с голубыми волосами. Не видела девушку с голубыми волосами? С кукольным чипом? Ты знаешь, кажется, видела. Да, точно. Фингерс ее оперировал. Она еще здесь? Не знаю. Лучше его спросить. Так, ну ничего. Заплатить? Да нифига себе. Нет времени на всякую лабуду. Сила 8. У нас она есть. Поэтому сейчас мы ей как зарядим по щам, и она сразу нас пропустит. У меня нет времени столько сидеть. Ха, так каждый сказать может. Разнести эту богадельню по кирпичику может не каждый. После этого сидеть тут будет уже некому. Господи! А что сразу таким тоном? Погодите! Проходите, если уж вам так срочно надо. Я все вижу как в тумане! Все, договорили. Пойдем. Ха-ха, нормально. Что, заходим? Да заходим, я ж открыл. Ну как открыл, выломал. Да, здравствуйте. Чем могу помочь? Так. Удели-ка нам минуту. Всего минуту? Не, ногти крошили. Ну как мало, жаль. Я мог бы часами смотреть на ваши сладкие губы. Но простите, сейчас я немного занят. Вы от когтей? Что такое? У меня все уплачено. Мы от шельм. Шельмы? Что же вы сразу не сказали? Так, ну и что вам нужно? Так. Мне, кстати, нету, походу, интеллекта или чего там. Эвелин Паркер. Мне надо знать, где она. Давайте пройдем в мой офис. А мне интересно, какие этот чувак имплантанты вставляет? Интезивные члены между ног пришивают. Если что он делает? Применяю индивидуальный подход. Спроси, кого хочешь. Я же не просто лепила. Я их понимаю. Они хотят, как и любой человек. Не просто лепила ты пыла. Их похвалили, погладили погод... Я бы с удовольствием провел его искуссию на... Щитоморник? Нифига себе, у него урон. А, это ударное оружие. Хорошо, располагайте ваши полки в полу. Оносят электрический и химический урон благодаря... Змеиным зубом. Что? Я заберу-то его? Можно же, да? Я не вор. Оно просто плохо лежит. Это еще заберу. Тоже плохо лежало, честно. Так, мне опять надо свою жопу посадить, да? Чтобы, блин, с ним поговорить. А как насчет логов? Ты же делаешь какие-то записи. Да нет, такая техника не регистрируется. Никаких фамилий, ничего. Голубые волосы, кукольный чип, сломанный имплант для Брейна. Она была здесь? О, бедная девочка. Я пытался ей помочь, но... Вы же видите, у меня не бог весть, какая клиника. Ну да, гадюжник еще тот. Ближе к делу, давай. Ближе к делу. Ух, какой манерный-то, а? К делу? Да. Дело в том, что я понятия не имею, где она. Блядский кусок дерьма. Что ты с ней сделал, урод? Пожалуйста, надень намордник на эту тварь, или усмири ее. С таким отношением у нас разговора не получится. Ударить, а сейчас тебя усмирю, джуди успокойся, не говори так о ней. Прям, мне это джуди бесит на самом деле, а она, блин, лохушка еще та. Давай завалить свою египало, блин. Мы ничего не узнаем. Дальше я с ним поговорю. Мужик с почти мужиком разговаривает. Эвелин Паркер. Где она? Скорее всего, там, где девушки становятся звездами нелегальных брайн-дансов. Больше я ничего не знаю. Где мне ее найти? Ты мне нравишься. Ты горячий, смелый. Я пытался ей помочь, но это оказалось невозможно. Когда я позвонил своему фиксеру. Ну, в тот же день за ней приехали два амбала. Так, куда ее забрали? Куда ее забрали? Еще раз тебе говорю, не знаю. Они были не сильно разговорчивые, а я же не идиот. Таким людям лишние вопросики задавать. Ты не идиот. Как тебе кажется? Почему эти зажги, которые сюда приходят, позволяют тебе их лапать, а? Потому что ты заботливый и неотразимый? Хуй там! Позволяют, потому что у них нет выхода. А на самом деле, они бы плюнули тебе в рожу при первой же возможности. Парни, которые за ней пришли, не говорили, зачем она им? Что они с ней будут делать? Да, они говорили про Вирты с какой-то бабочкой. Мал, она для них идеально подходит. Не знаю почему. Больше я ничего не знаю. Ты ее продал как вещь, как манекен какой-нибудь. Но живым человечком ее нельзя было назвать. Вот это удар. Он все сразу понял. Мне надо подышать. Жду внизу. И можно ударить под конец. Жди права. Она просто беспокоится. Ударить. Да давайте просто так вымажем ему. Просто посмотрим, что будет. Второго шанса у нас не будет здесь. Ну да, просто мы его вырубили и все. Мы теперь довольны и счастливы. У нас сразу жизнь поменялась в лучшую сторону. Так, все, погнали отсюда. Пока нас опять здесь менты не повязали. Или кто еще? Кресельцы у нас. Здесь, кстати, отметка рипера. Да. Которого нет. Может, кстати, можно какие-то данные там скачать. Нет? Нет, нет, да. Нет. Нельзя. Здесь может что-то. Все, валим отсюда. Можете в очередь не сидеть. Сегодня он не принимает. И он внезапно поплохел. Налейте сюда все-все-все. Ты стесняешь. Надо было просто не пускать ее в облака. А вы-то с этим хером прямо мило поболтали. Лучше... Вау, блин, какая у меня классная винтовка. Два, блядь, сапога пара. Вот сейчас мне уже это нравится. И прицел классный. Давай только без истерик, пожалуйста. У нас много дел. Без истерик? Хорошо. И суперэмбовый наш. Кого ему, что Эва уже, наверное, валяется мертвая? Это твои догадки. Мы сейчас теряем время, которое могли бы потратить на поиски. Надо найти подпольное и брейн-студии. Что еще? Еще мы знаем, что они как-то связаны с мертвой головой. Тоже зацепка. И что ты собираешься с ней делать? По-моему, это безнадежно. Так, надо узнать, где я снимаю черные брейны. Мы должны найти, где снимают эту херню. Скорее всего, в какой-нибудь дыре. Вряд ли они куда-то ради этого выезжают. Ну да, наверное, там, где их не запалят. Я бы проверил, может, они где-то в своих виртах засветили место съемок. Эти ребята никогда бы так не подставились. Все на этом слихи оставляют какие-то следы. Надо только знать, где искать. Два детектива, которые не знают, куда даже идти. Самая главная специалистка на IT-City по брейн-дансам. От нас ничто не устанавливается. Брейн-дансам? Я же все-таки профи, так что да. Есть идея получше. Есть в Даркнете такой сайт. Удовольствие Найт-Сити. Туда чего только не сливают. Может, и мы найдем что-то полезное. Давайте не говорите только, что мне опять надо рыться какой-то тупой информацией бесполезной. Я не хочу. Сейчас надо подумать. Я уже давно никого не стрелял. Дайте мне в кого-нибудь пострелять. У меня есть идея получше. Начпок стрит видел магазинчик. Там было много разной порнухи. Думаешь, мертвая голова там есть? Надо проверить. А я пока попробую найти что-нибудь на серверах полиции. Я подожду в машине. Чего? То есть мы сейчас идем смотреть порнуху. Наша главная цель это посмотреть порно. Господи, как эта игра еще может удивить. Ладно. Но мы, кстати, до сих пор еще тачку не нашли. Может, этим заняться? Поиском тачки? Это было бы, кстати, неплохо. А, так здесь секшоп рядом. Со мной у тебя всю ночь будет стоять. С чем? Ты даже неосезаема. Как? Как будет стоять? А это зачем? Напряги воображение. Я пытаюсь, но что-то так не получается. Мне нужен какой-нибудь особенный брейн. Что у тебя есть? Мне нужен особенный товар. Какой, чтобы... В смысле порно? Нет. Пожестче. Это не ко мне. На Чпок-стрит есть один мужик. У него разные вещи бывают. Очень разные. Чпок-стрит? Ну, покажите, что у вас интересного. Ага. Ну, он продает всякие дылда. Такие вибраторы. Какую херню. Продать, кстати. О, кстати. Может, ему шмотки может всякие продать. Но покажите, что оружие сидела. У него же именно по этому магазину. Тоже оружие продает. Только другого, как бы, предназначения. Вау. Нифига, пистолет отнимает. Драбаш, нафиг. Кстати, у нас два пистолетика. Да нафиг он мне сдался. Да-то продавай ты все. Кстати. Наша штурмовая винтовка отнимает всего лишь 99. Но она же эпического качества. Почему так мало? Не, я не буду ее продавать. Пам-пам. Это все. Нафиг. Мы скоро ходить не сможем. Обычного качества будем все сливать. А вот насчет эпического будем задумываться. Очень задумываться. Так, вот, отлично. И мы еще продадим вот этот вот пистолет. А вот какой-то прикольный, красивый, мощный револьер мы оставим. Так, ну, мне вот эта вся бодяга не нужна. Вот это, кстати, херня, конечно, ну вообще отнимает. Щитоморник. Лучше, чем мой нож. Ставить его пока или нет? Да нафиг, наверное. Ну, оно просто не эпического качества. Ну, спасибо. Тот чувак мне 94 доллара, вот считай, подарил. Просто так. Реакью, это что значит? Требуется уровень 10. Мы, кстати, уровень не можем еще повысить. Получше всякой жрачки у нас. И понятно, зачем или чего. Жаль здесь нельзя просто так выделить все. Р2, кстати, продать мусор. А, Р3. Вроде не нужно предмет 5 штук. Мусор продали. Ну все. Денежек мы чуть подняли. Мир чуть-чуть прогрузился. И... Надо, кстати, нам уровень поднять. Да, мы можем поднять уровень. Я думаю, мы силу еще вкачаем. Да, супер. И, кстати, а штурмовые винтовки где у нас? Краткостволы, клинки, винтовки. А у нас еще в реакции все. В реакции мы будем качать... Урон стрельбы из винтовка по стрелям пулемет увеличивается на 6%. Улучшаем. Однозначно. Все. Это мы все вкачали. Теперь мы приоденемся немного. У нас что-то вроде там новенькое появилось. Ну вот, противогаз покрутия смотрится. Окей. И... Бронежилет. Да, он поблачь у нас. И какая-то... А, лифчик. Кув, слава богу, лифчик у него меньше единицы брони. Кто вообще будет лицеплять? Понятно. Хорошо, что бронежилет закрывает такой вид. И... Все. А, мы еще револьер еще забыли поставить. Нам быстрый доступ. Но теперь точно все. Кстати, вот эта пуколка... Покруче будет. Редко. Поэтому револьер можно тоже продавать. Ну ладно. Все. Найти дилера черных... Брендасов на Чпокон-стрит. Брендас. Брендас. Так, это вот он. Настоящее. Ух-ху-ху. Как нелегал какой-то, как наркоту продает. Что тебе зовут? Как-нибудь еще. Наверняка. Если ему-то хочется посмотреть на жирное брюк, пусть в зеркало заглянут. А ты что? Покупаешь что-нибудь или так и будешь? Клиентов отпугивать. Так, мне нужен особенный брейт-данс. Брейт-данс, да. Мне нужны брейт. Особого рода. Особого? Агент, что ли? Так, нужно что-нибудь от мертвых головы. Я здесь живу! Давай лучшее, что у тебя есть. От мертвой головы. Хм. Да ты, я гляжу, из ценителей. Только учти, мертвая голова и стоит по-другому. Интересно даже, что там такое. Посмотрите, аж сентимент. Ну, покажите, что у вас интересного. И где эта мертвая голова? Тысяча долларов. Нифига себе, легендарная порнуха. Ну, верю вам. А что у тебя еще интересно? Для создания предметов, компоненты. Дополнительный материал несовместимый с вашим программобеспечением. Здесь, в принципе, все не совместило. Может, потому что у меня цензура включена здесь. Кстати, я ствол продам-то. У нас богатый, блин, зараза. И вот эта тоже помойка. Ну, все. Приятно иметь с тобой дело. Отлично. Я просто штуку просрал на какое-то говнище. Ну, что значит выполнять компанию? Мне здесь и не платят, как бы, деньги. Вообще ни за что. А их только трачу. И на всякую дичь. Очень тупую и глупую. Попа-то чего? Залезай. Куда? Ну, как мне в нее залезть? Ничего не прогрузилась. Дай подготовиться. Привет, Вин. План такой. Ты будешь смотреть, я по ходу редактировать. Готов, жду тебя. Описывай все, что видишь. О, нет, опять мое самое нелюбимое. Вот нафига вот это надо, а? Блин. Опять вот это бегать в этом электронном мире, блин, что-то там выискивать. И это главный сюжет компании. Да, и еще будет, да, мы очень много загрузок. И очень долгих. Ну да, это, это херня. То есть здесь будет воспроизведение, пауз, зажать. Я уже забыл, кстати, как здесь все делать. Так, вот надо что-то здесь делать. Режим изменения, да? L1. А что мне надо? Проанализировать брейданс и узнать, где его записали. Так, это что у нас? Заказ недавний. Это кто? Баба из мусорщиков. Кто бы знал, что эти хуилы на досуге делают черные брейндансы. Обычный ящик. Логотип Деккер, Танако и Роджерс. Типичный для помойки. Так, а что дальше? Это наверняка мусорщик. Других таких стилей найти не найдешь. А вот. Списовка с нашивкой Корпоэлектрик. Какие-то заметки очень глупые. Как они нам помогут? О, еще что-то. О, этот божественный аромат синтакофе. Дешевое говно. Еще и остывшее. Логотип Бак и Слайс. Чего-чего? Бак и Слайс. Бак и Слайс. Шизоатские звуки. Никто не поедет с другого конца города, чтобы сожрать кусок пенопласта. короче ищем станцию электриков рядом с которой есть бак и слайс у электриков была большая станция в чартер-хилле бак и слайс там тоже есть но это все равно догадки все молодцы не можем выходить отсюда закрыть любом случае нам на электростанцию в чартер-хилле других зацепок у нас нет больше мои зады записи не выйдет слава тебе господи хоть недолго но только же загрузка была на самом деле я уже мысль потерял но мы до сих пор погоду ищем эту бабу и я не знаю почему мы сейчас посмотрели вот на этих гопников которые зажали кузова бедного чувака и сейчас мы поперемся туда зачем почему ладно поехали туда уж я поведу нет встретимся на месте принципе можно сразу с ней ладно проходим немного еще компанию и бросай любопытная тема это самом еще начале игры когда мы играли там был типа бокс я хотел бы пойти на какой-то бокс там бабок поднять новый план ты себе вставить что ли пишут только смерть перестань надо быть совсем идиотами чтобы выкупить ее только ради этого в смысле господи мне еще надо ехать и говорить с ней можно не надо в конце концов такие работницы на дороге не валяются учета заткнулась или говори блин или молчи да с такой ездой конечно мы будем очень долго ехать вот у тебя и киберпанк я лучше бы я все-таки вышел из этой машины сам бы добрался и можно прям сейчас выйти они все я попал да еще за на загрузка это только было до вы издеваетесь ладно бы они еще были быстро надо ладно потерпим загрузка была просто что продолжить ехать серьезно наконец-таки и дня не прошло ты не говорил зачем она тебе нужна вдруг я тебя к ней приведу а ты сделаешь ей хуже я сам не знаю зачем она не нужна мне нужно узнать кто ее нанял кто бы это ни был мне нужна его помощь иначе мне пиздец фига себе история достойная любого наемника спасибо очень приятно можем идти найди пока вход я останусь и проверю подсеть может там остались какие-нибудь планы комплекса как только что-то найду присоединюсь а пока будем на связи ладно я пошел господи наконец-то закончилось это мучение езда с ней разговоры это еще хуже так я пойдем всех расстреляем чу нет открыть силы о слава богу у меня сила есть не я здесь постарался проходить нафиг не буду ну и чё за бред еще я открыл раньше закрылась автоматически он пойдем отсюда здесь уже интеллект нужен к это уж определитесь господа чё это сейчас было так это враги и все я уже попался почему такая началась музыка хотя никто еще не среагировал надо как-нибудь его по стелсу по стелсу все одного но по стелсу они уже заболели вот как красиво да я прирожденный ассасин но мне бредом кто-то запалил да ну конечно конечно не запалили отлично так включится как комнату левому компу о нет эти коды 1c вот здесь это 1c да потом бд 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 так вот она бд здесь есть 55 55 вот 55 еще раз 55 отлично все мы еще и хакера на ассасинах хакера чего применить а ворота открыты до она пора их по моему убивать и погнали первый готов живой решил не играть в скрытность правильно ну конечно повылазили повылазили готов у меня патронов на винтовке очень мало у тебя мне хватит наверное да да и все ну че погнали повеселимся потанцуем да со мной надо аккуратнее все таки эпический нож но как нога отлетела от него очистим их но естественно патронов наверно у них как всегда не будет я скопировала план сейчас буду попробую найти проход на нижнюю да патрончиков мы собрали распокойся ты там готов так эта херня сейчас не взорвется да че-то взрывается там всякий пожарный уши аптечку применил да 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 она взрывается так осмотримся здесь залутаемся немножко чуть а надо те вызывать ты никого так куда идти то я могу сломать эту дверь предположим как фонарь включать а вот нужно было еще здесь зайти мне тогда что-то здесь искать и скорее всего мне кажется наверх куда-то те что я могу найти наверху там вот я нашел спуск все понял чего подожди мне еще поставить перекурить пока мне тут свинца в жопу настреливают кто топчется а да ты со мной бегаешь только сейчас я заметил знакомый рубашка ты слышишь нет на сегодняшнюю парку нормально ничего берегись это сейчас было ну че автоматический адреналин к обкалывается конечно сдохнет хорошо я ополоснул так поаккуратнее ты трупы опинай ну че там еще кто-то остался панзай да сейчас быстренько заряжу его на наш печень и поневечень давай тебе еще на аккуратненько так а ты че ходишь на я тебе достанется да он даже ржет как тупо я его убил я слушайте я не посмотрел что в том компе блин я же тут как бы прохожу все просматриваюсь то это уже какой-то спидран больше похоже с первичинным ножом вот здесь всякая красота валяется вообще крутота это что 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 ну блин ну что почему он смотрит на какой-то предмет но я не могу его взять хер его знаю он пошел уже будет баллончик мне дали женскую футболку отлично почему он берет женские вещи я не дал ему еще понять что я как бы не по этой теме так иди сюда дорогой спины на протыкал вам и вторая все вообще красота все чисто и все классно как машина хоть как-нибудь помогать конечно благодаря моему ножу Господи, как здесь много всего Но это, в принципе, хорошо А, я же могу сканировать предметы Отсюда выйдешь Я забыл Вот эти предметы не надо поднимать Надо просто сканировать Своим суперглазом Не знаю, после этой миссии Надо сходить все-таки к реперу И что-нибудь новенькое сделать Потому что мы все-таки играем в киберпанк Со всякими плантантами Всякие модификации Но при этом мы ничего себе не делаем Бегаем, как обычный человек Только с кем-то глазом Увышенным А тут как раз реверок прогуливается Да? Да я здесь Смотри, смотри Перебайтил Вот Еще можно просканировать Не знаю, зачем это надо делать Хотя бы, не знаю Уровень повышал, что ли Очки какие-то давали О, что-то прикольное лежит Доспокойся Че пришейте? Возьми сам и пришей А вот она, Мош Перегрев Что мне за перегрев? Если что, помру Что происходит? Меня кто-то поджег Так, понятно Там их много Так, а граната у нас есть? Вот эта граната? Ой, да Довольно много их Сейчас я вам кину туда какую-нибудь гранату Так куда ты кидаешь? Это что? Кишки? Я так понял Они просто забирают сюда Всех кибергов Людей И потрошат их Чтобы достать из них и планты А потом, не знаю Продать У тебя такой нелегальный черный рынок В киберпанке Так, ну мы правильно идем же, да, вроде? А, надо вот там обойти, наверное Ты где? Где-то рядом со В смысле, ты же за мной шла Что это делать? Я разблокировала лифт Выберемся даже быстрее Смотрю, ты не боишься запачкаться Подожди мне немного В смысле, подожди? Так а за, блин, за мной шла же Теперь мы общаемся почему-то внезапно по связи А, ну конечно Она вальяжно пешочком идет Ну все, ты готов, чувак? Где? Все, я здесь Пошли искать Жди нас, Эва Кто у меня сейчас стрелял? Ладно, пропустим этот момент А, вот это он? Почему у него как будто взорвалась башка? Он, походу, суициднулся Он увидел мои эпические ножи Все Сразу понял, что он готов Не стал проверять Так, а что мне надо сделать? А, вот в эту комнату зайти Мужики, я на улице все шастает Только не трогай ее Если она пишет, ты сожжешь ей мозг Я разорву соединение Почему она так заботится о ней? Возьми его и скажи, когда будешь отключать Я разорву соединение одновременно с тобой Нифига, тут интимная сценка снималась Эвелин тут по полной развлекалась Ну что, я готов Я скажу, когда пора Я тоже Раз Давай! Ну я просто взял вытяну Слава богу Эва Эвелин Ты слышишь меня? Давай вынесем ее отсюда Да неужели? Скорее Куда? Да ладно Я заблокировала двери И перезапустила лифты Понял Идем к лифтам Господи, это типа а-ля милая сцена Я несу какую-то побитую шлюху в лифт Не говорите только, что сейчас будет загрузка Да, это загрузка, спасибо Из-за загрузки у нас еще грустная музыка играет Типа, ну, все плохо, все печально Я даже, наверное, дать Все-таки эту бабу побили Бабу А наш робот, по-моему, вообще, да? Как можно было побить робота? Ну, давай, тебе трудно, что ли? Ну, хотя бы одну Ради меня Че это? Твою мать, Ви Затянуться хорошо? Ни за что Зайти, конечно, че еще ждать Не для того Мы прошли ад, чтобы торчать под дверь Хотя я, конечно, бы Что опять? А, сбой в работе био-чива Отлично Тогда мы будем решать эту проблему, интересно Так, какие у нас вообще задания есть И имеются на данный момент Снаряжение, карта, персонажи, журнал Вот журнал? Поговоришь жуть А, ну, журнал И вот здесь у нас, типа, задание, да? Старые друзья Если бы Десять назад мне кто-то сказал Что я буду отвечать на звонки Охранника Сабуту Аросаки Я бы вам просто харкнуть в лицо А теперь нам надо с ним еще и встретиться Чтобы рассказать все, что нам известно Я даже не буду притворяться Что мне это нравится Ну, окей Иногда все средства хороши Уровень угрозы высокий Это у нас, типа, так Левел отображается Задание Вообще, очень высокий А, в принципе, здесь все прям квесты Где моя тачка Чумба? Вот Вот это, вот, вот Вот, мы все Идем за тачкой Все, мне надоело это проходить Анзай Ну, бежим за тачкой Наконец-таки я нашел Это всего лишь было в квестах Так Пустая тачка? А, нет, не пустая Ты же мне ее одолжишь, правда, чувак Смотри, у меня есть Какой автомат прикольный Ты думаешь, я для тебя шутка какая-то, а? Почему ты не вылазишь? Я сделал новый этап Смелого плана реструктуризации Который представил Тренировый генеральный директор Юрий Ново-Арсака Неделю назад На собрании акций Все здесь ручники Опять забыл Аналитики считают Что запланированные сокращения Позволят сэкономить 20 миллиардов евро Согласно данным Из источников близких К главе корпорации Эти средства Которые исследовательские цены А, крестик, крестик, крестик Которого считали В семье белых Что-то в стену ушел Как там менты Надо быть аккуратнее Все-таки на угнанные тачки И дрифт Ой-ё Нет, дрифтом Это не бабахивает Дрифт Нет Не дрифт Да что у нас получится Дрифт И ни разу даже, заметьте, я не врезался Посторонитесь Да, далеко ехать Потом мне до этого квеста придется очень-очень долго пилить До сюжетного основного Ничего страшного Подвиньтесь давай Эээ, я не понял Что сейчас за прикол был? Что с картой вообще происходит? Почему сначала был поворот налево и внезапно обратно? Мне показывают путь-дорогу, так сказать Да, почему уже обратно? Эта карта сама не понимает, куда мне надо ехать? Или, не знаю, мой GPS-навигатор только сейчас понял Где находится это место Аккуратней, надо было ходить по тротуару Да ладно, выдан ордер А что? Видишь, я даже никого не убил, зачем ордеру давать? Так, я не понял Я правильно приехал Че поближе посмотрим Я говорю, здесь маркеры, они просто шальные Они просто так Что показалось сначала мне в том здании То сюда То поехать по той дороге Потом резко, блин, едьте обратно Вот моя тачка Это именно моя тачка А, зашибись Че, это за прикол сейчас был? Джонни, ты видел? Что-то тут не так Да, ты думаешь? Да я не про аварию Чтоб самый вежливый в городе шофер взял и уехал с места происшествия Вот что странно Выйти из разбитой машины? Да я столько в нее сел Прочитать сообщение от дела Мэйна Приносим наши глубочайшие извинения по поводу дорожного происшествия Лиса корпорации Так, приглашаем вас в наш главный офис для оценки причиненного ущерба и выдачи компенсации Ага, отлично И далеко Ну и где? Вроде типа рядом То есть я сел в свою наконец-таки тачку и какой-то чел у меня врезался Но при этом, когда я здесь гоняю по улицам Я могу разбиться просто со скоростью 200 км в час Моя машина и ровным счетом ничего не станет А здесь и небольшой стук и все Моя машина уже не на ходу Реалистично Так сказать, придумано Речь искачет четко Опа Не, не сработало Поэтому выходи Да ты мне не нужна Куда сам водитель машин оделся? Они так, конечно, быстро испаряются Да, в этой игре даже сложно тачку получить свою Прошеду хоть здесь можно на углу на тачках кататься Тогда я вообще не знаю, что бы я делал Если бы не было такой возможности Почему? Вот видели? Вот сначала я должен был заехать на правом Я проехал туда А, ну здесь это ладно, ладно Здесь нормально еще Оно просто как меняет маршрут Именно если я переехал там какую-то локацию Это окей Но не когда я еду ровно по линии А мне потом навигатор говорит, что Нет, извините, надо назад ехать 750 метров Мне кажется, он пиздит И намного дольше здесь я еду Да Так, это и главный офис Так, не прогрузилась дверь Подождем чуть-чуть Во, прогрузилась отлично Закон Попрощайся с бизнесом Учитель здесь толпа оказывается Назовите контактные данные вашего юриста Да ты охуел, робот Благодарю, обработка данных Пожалуйста, подождите Что здесь происходит? Баба стоит в бабе Потом мужик, блин, матерится Сеткинает Привет, Дел Добрый день, мадам Элиссер Чем могу слушать? Мадам Элиссер Газа глаза Я по поводу аварии Дел, ты чего? Не узнаешь меня? Ты послал мне сообщение Срочно приехать Насчет аварии Вы разговариваете Вы разговариваете с под программой Сети Доломейн Увы, мои оперативные возможности Ограничены Да что здесь происходит? Пожалуйста, идентификационный номер Баба стоит в этом, как вон Корпорации То есть баба сидит в этой в тумбочке Или Вы смотрите Идентификационный Ну, вообще там нормально Который был отправлен вам в сообщении Семьсот семьдесят один Одиннадцать Десять Вы понимаете, что За беспредел происходит Нормально, она размахнулась Еще по башке врезала Ваша личность установлена Да, такую картину Можно тут Киберпанки наблюдать Опишите свои ощущения После происшествия Номер Семь Семь Один 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 Ощущение Не зашибись Счастье Полные штаны Давай сюда Настоящего Доломейна Тебе как там нормально? Извините Если данное Она еще Оперлась Так на ее голову Ох, что я приуныла Преустала Какая-то здесь Полочка Очень мягкая Это на самом деле Башка головы Башка головы Блять Все прослушал Что это Дебил Говорит Конечно Давай Так На компенсацию Дали Трик Саря Отлично Так Бабу Все-таки Ушла У нас С этой Стойки Я Не доела Что это Баба Так Мне же Деньги Выплатили Зачем Я еще Иду Куда-то Мастерская Полностью Автоматизирована Я подумываю Включить Ремонт В расширенный Пакет услуг Вот Дай мне Лучше Вот эту Машину За место Вот Этой Разбитой Я тебе Обратно 3000 Долларов Подам-то Она Перегружена Из-за Меня Потому что Выехал Такой водитель Как я На дороге Поэтому Готовьтесь У вас Еще Будет Очень Много Работы Проблему Надо Устранить Быстро Рост Числа Аварий Резко Увеличивает Расходы И Привлекает Компании Ненужное Внимание Это Командный Что Меня Честь Принимать Вас Здесь Как Не Странно А Что Значит Все Эти Лампочки Это Кнопочки Вот Это Я И Хотел Обсудить Зеленые Индикаторы Обозначают Машины Которые Находятся На Связи Как Видите Контакт С Несколькими Машинами Утерян Это Красные Лампочки А Ремонтные Дроны Не Могут Помочь Боюсь В этот Раз Необходимо Участие Широкий Спектр Конфиденциальных Услуг Поэтому Именно К вам Я Обращаюсь С просьбой Помочь Мне В розыске Утерянных Машин Ладно Погнал Я Помогу Тебе Найти Эти Машины Очень Рад Слышать Сейчас Перешлю Вам Их Последние Известные Координаты Машины Надо Просто Деактивировать Тогда Я Восстановлю Управление И верну Их В гараж Что Нибудь Сделаю Автомобили Сети Долан Отлично Защищены Обязательно Захватите С собой Сканер Крипто Анализатор Какой Сканер Где Узять Вот он Вот он Так А что Мне За Это Будет Если Я Буду Эти Машины Находить И Как Мне Их Находить Если У меня Собственной Тачки Нет Не Добираться Скажите Вот До Этого Точки Точки Блин До Машины Которые Надо Открыть Как Мне Добираться Ладно Выйдем Посмотрим Потому что Они Не Окажутся Такими Тупыми Дадут Мне Тачку Найдите Такси Отлично То есть Они Мне Предлагают На Такси Кататься Да Классно Себе Тачку Вернул Вот Я Сейчас Вызываю Типа Машину Да Все Я Здесь Слушаю Слыхал Ты Дома Как Быстро Это Кто Еще У Тебе Слух А То Как Ж Если Тебе Что То Нужно Ты Знаешь Где Меня Найти Почему Искать Сколько Заданий А Дайте Мне Хоть Одно Задание В Эй Где Выполни Господи Когда У тебя Будет Минутка Зайди Господи Да Сколько Жизи Заданий Капец Вообще Ладно Надо Найти Такси Вот Надо Сюда Да Пробуй Найти Такси Че Нет Какой Бой В принципе Эта машинка Недалеко Хотя Как Недалеко 1.5 Километра Офигеть С вами Стэн Солнце Сел Так Ну найду я Эту тачку И что дальше Что за звуки Да ладно Вот откуда Здесь такая Образовалась Из-за Попробка Так Я на секунду Отлучился Продолжаем Так Надо Пригать Чтоб Тебя Надо Все Так же Забрать Такси А Прям Надо Вот На этой Все Территории Его Искать Ну Вы Приколист Ребята Приколист Конечно Как Раз Там Где Вы Сейчас Находитесь Я Потерял Контакт С одной Из Машин Хорошо Я По Ищу Почему 600 Метров Еще Туда Показывает Что За Прикол Вообще Как Она Движется Еще Вообще Блин На другой Стороне Улица Как Она Вообще Удержает От Меня Да Че За Бред Типа Тачки С Искусственным Интеллектом И Они Типа Бунтуют И От Своего Босса Уезжают Сами На Вольные Хлеба Так Долушек Разряжено Отлично Прям Крутецки Круто Да Вон Накатается И Че Мне С ней Делать Надо Взять Вот Эту Херню Что Ли Своей Руки Наряжение Вместо Пистолета Муж Я Надо Взять Где Эта Херня Не Найду Ее Ну Ладно Надо Видимо Тачку Взять Как-то Догнать Ее Вот Фургончик Отличный Вообще О Супер Аж Две Звезды Видимо Я прямо Украл Тачку Прям Перед Копами Так Ну Вроде Звезд Уже Больше Нет Да Эта Тачка Опять Переместилась Обратно Я Похоже Буду Два Часа Гоняться За Этим Такси Но Я Решил Прямо Поехали Но Нет Все Равно Не Показывай Что Надо Назад А Потому 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 Она Вон Она Ее Нифига Себе У нее Скорость Вот Вот Иди сюда Готово И Эй Давай Поговорим Я довернусь, ясно вам, никогда встанешь у меня до пути, раздавлю. Посмотрим, кто кого раздавит. И что мне с ним делать? Попрестить такси, чтобы отключить его. Как мне его попреждать? Я даже стрелять не могу. Так, давай быстренько и с автомата на него. Ах ты ж зараза, а? Давит меня. Да поменяй на это, на автомат. Так сойдет. Во, отлично. Отдай, слава! И? Как удачно. Я установил связь с транспортом. Спасибо вам. Перевошла часть вознаграждения. Понятно. Мне эти квесты не дают тачку. Это просто как бы заработок. То есть я должен сбунтовавшийся искусственный интеллект отлавливать в этом городе. Отлично. И я опять без тачки. Уже сколько играю в эту игру, мне до сих пор не собственные машины. Ладно. Ну что, друзья, на этом пока все. В следующем выпуске будем искать машину или что там дальше. Как-нибудь надо почитать. Или что сделать. Все, всем до скорого, всем пока. Продолжение следует...